Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс. Продолжает свои программы сегодня четверг, 20 декабря. Время в городе Чикаго 11 часов утра по московскому времени. Это уже 20 часов, 8 часов вечера. Ну а в Лос-Анджелесе, где в этот час находится наш собеседник, это доктор Борис Увайдов, доктор с почти 40-летним стажем, человек, который написал огромное количество монографий, книг и выпустил очень много дисков и CD, DVD. И ведет очень большую оздоровительную пропагандистскую, скажем так, работу по тому, что называется солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. То есть это тот самый методик у старинных русских врачей, которые действительно занимались не бизнесом и употребляли не химию, а действительно настоящее натуральное средство. Спасибо. Доктор, я рад приветствовать вас на нашем портале, интернет-портале Радио Центра Сангей. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, спасибо. Я, так сказать, начал программу, но сейчас у нас хост, это ведущий программы Владимир Гальштейн, и вы будете дальше продолжать уже с ним. Ну а тема нашей программы, как мы и обещали в прошлый раз, это женские заболевания, женская сексопатология, причины и способы лечения. Сегодня у нас первая программа на эту тему. Владимир, вам слово. Да, ну на самом деле, по-моему, очень интересная программа и тема, которая интересует многих. У меня, если позволите, первый вопрос. А скажите, пожалуйста, вот как вообще правильно подойти к этой проблеме с точки зрения, ну скажем, таких натуральных способов лечения? Ведь очень часто это лечит традиционными способами. Традиционные способы практически мало помогают. И как женщина болеет, ну, вы знаете, это очень большой спектр этой патологии. И причин тоже очень много. Женскую сексопатологию лечит разные специалисты. Так, значит, я хотел подчеркнуть, что женская сексопатология, она настолько обширна, имеет очень десятки и больше различных причин. И женская сексопатология лечит разные специалисты. Гинекологи, урологи, психологи, психиатры. И есть сексопатология. Вот. И все эти, как бы, врачи ортодоксальной медицины, у них очень узконаправленный прием. Вот. Значит, химиотерапия, хирургия. Сейчас есть еще психотерапия, психотерапия, которая применяет этот гипноз. И вот благодаря гипнозу женская психопатология лечится намного быстрее, лучше и без всяких осложнений. Значит, разные есть диагнозы. Разберем некоторые из них. Ну, допустим, ригидность. Ригидность – это заболевание, связанное с разными причинами. Ригидную женщину очень тяжело найти. Это когда отсутствует вообще желание к сексу. И не только нет желания, у них нет никакого чувства, у них пропадает, у них просто отсутствие желания быть мужчиной. Это очень редко. Наиболее часто это есть состояние, которое называется аноргазмин. Отсутствие оказывает. И причин тоже очень много. Проблема в воспитании. Проблема неправильного понимания и отношения между мужчиной и женщиной. Проблема может быть неправильного воспитания, которое идет от церкви, которое высмеивает и объясняет это с религиозной точки зрения, не касающейся физиологии и психологии женщины. Тоже могут быть различные проблемы. После сексуального, после 13-15 лет получается какие-то психологические расстройства. Разные инфекции, разные травмы, разные нужные и ненужные тесты, которые соприкасаются с женскими органами, тоже могут приносить какую-то психотравму. Все зависит еще от чувствительности, от восприятия со стороны женщины. Как она воспринимает все эти тесты, которые ей навязывают. Вот. Дальше идут различные отношения. То есть бывает так, что женщина имеет эту проблему. Бывает, что она не имеет никакой проблемы. Отношения между мужем, отношения между любовником неправильные. Там нет уважения. Там нет взаимопонимания. Это тоже ведет к отсутствию органа. И я встречал таких больных, когда я работал в правительственной поликлинике в городе Ташкенте, разные вещи, патологии, сексуальных делах, когда у женщины вообще отсутствовала какая-то реакция и возможность получать орган. Гипноз очень хорошо помогал. За несколько сеансов давалась команда подсознанию. И эта команда сама выравнивала, восстанавливала чувствительность. То есть воздействие было на сексуальные центры. И сама эта сила через слово, она восстанавливала от всяких различных психологических расстройств. Дальше хочу коснуться того, что большая нагрузка женщины в настоящее время, она должна рожать, воспитывать, кормить, работать, заботиться о муже, помогать мужу, растить детей. Вот эта перегрузка тоже нарушает чувствительность сексуальных центров. Значит, получается, эмансипированная женщина страдает от многих причин. Есть такой ученый, доктор Мебельс, немецкий ученый. Он доказал, что эмансипированная женщина практически всегда имеет преступленный центр секса, который влияет на то, что или она вообще не будет чувствовать оргазм, и вообще это понижается намного. И она даже не может сравнить, как это было сто лет назад, когда еще не было эмансипации и такого закабаления женщины, то приходится, приходится, значит, полностью устранять ей, этой женщине, отношения и к мужу, и к жизни, и отношения к сексу. Какие-то вопросы есть? Пока все понятно. Ну, судя по всему, просто вся современная жизнь подводит нас к тому, что для женщины возникают сложности, и она не может испытывать те ощущения, которые должна испытывать очень часто от своей природы. и, очевидно, нужно каким-то образом, ну, что ли, вернуть ее к этой природе, причем мы не можем ее выдернуть из социума, ведь никуда от этого не деться. Эмансипация, феминизация, необходимость, как вы сказали, и работать, и обслуживать мужа, и быть активной в социуме, все это остается. И все равно мы должны как-то, учитывая все ваше сказанное, все равно вернуть ее природу и помочь ей, ну, опять-таки испытывать то, что ей свойственно от природы. Я согласен. Есть лечение, которое зависит от врача. Есть состояние, когда от врача не зависит. Есть состояние, когда женщина не виновна, не виновна ничем. Просто нужно научить ее мужа, как себя правильно вести. Очень часто женщины, они стесняются им говорить. Допустим, у жены сексуальные центры и эрогиенные зоны расположены где-то в не сексуальной сфере. Вот она боится ему сказать. Она возбуждается только тогда, когда, допустим, он ее целует в плечо или в ухо, или в лоб, или в других частях. Вот. Или же опять, где угодно, эрогенные зоны могут сосредотачиваться. Большинство случаев это клеток реальный оргазм, или же вагинальный клеток реальный оргазм. Вот. Но не всегда. А в других зонах тоже бывает часто. И, допустим, женщина должна откровенно рассказать своему мужу, что она получает удовольствие только вот таким-таким способом. бывает так, что вот это стеснение, это ложное воспитание, которое ей с детства преподается или родители, или в церковью, или в церковь, и так далее. Оно как бы нарушает чувствительность, чувствительность. Хочу сказать, что психологически здесь очень и очень большое поле деятельности. И это всё можно гладить, и это всё можно ухудшить и восстановить здоровье, если подходить правильно, и всё начать согласно законам эмоциональной чувствительности, сексуальной чувствительности и общей психологии. А скажите, пожалуйста, вот вы когда применяете эти методы лечения, участвуют ли в этих сеансах или вот в процессе лечения муж или любимый человек этой женщины? Ну, конечно, допустим, если у женщины есть муж или любовник, если его нет, допустим, в кабинете, значит, психотерапия внушает, что вот сейчас будут, допустим, вы будете видеть, это в транспортном состоянии, видеть, что ваш муж имеет с вами контакт сексуальный, и сейчас у вас максимум пробуждается эрогенная зона. При каждом прикосновении, при каждом поцелуе у вас вызывает сладостное ощущение, которое ведут к каркасу. Вот это простые внушения, и мы начинаем ей устанавливать связь именно по отношению к мужу, который будет при уже естественном сексуальном контакте давать ей полное удовлетворение сексуально. И это очень важно. Я объясняю, почему. Когда женщина испытывает полный оргазм, а у женщины и мужчины это разные и понятия, и ощущения, вот, при возбуждении у женщины в малом тазу образуется, вот видите, малый таз, образуется кровенаполнение. Это как бы венозный застой. Вот, это нормальное явление. После сексуального контакта у нее должен быть отлив, то есть венозный застой должен полностью исчезнуть. И когда исчезает венозный застой, приливает артериальная кровь и восстанавливается функция всех вот этих женских органов. Это нормально. Если она не испытывает оргазм, там получается венозный застой, и он длится целую ночь. А венозный застой, это и есть источник и начало разных заболеваний, женских болезней. И поэтому, если женщина не получает нужного оргазма, вообще психологи и врачи должны им сказать, что это противопоказано до тех пор, пока ты будешь получить. То есть, получается, тогда лучше вообще не иметь никакого возбуждения для того, чтобы не начинался и не возникал венозный застой, чем какое-то возбуждение происходит, но оно не доходит до оргазма, и тогда этот процесс длится целую ночь. Да, есть же такой прием, тоже есть психологический вариант. После того, как муж уйдет, она начинает мастурбировать, она лучше знает, где ее оргазм, аэргентная зона и так далее. Она не говорит мужу, как сделать, чтобы она получала это оргазм. Когда он уходит, тогда она возбуждается, потому что он не докончил. Может быть, он виноват, может быть, он не виноват, неизвестно. Но она после мастурбации удовлетворяется, и все на этом заканчивается. Но это тоже психологически ее травмирует. То есть, все дело еще и в недосказанности в том, что супруги или влюбленные откровенно не разговаривают между собой, женщина стесняется рассказать? Потому что травмируется с детства неправильное отношение к мужчине, к сексуальным вопросам, и вообще все воспитание... Как нужно было бы, на ваш взгляд, изменить вот эту систему образования для того, чтобы она была функциональной и действительно помогала вот в этих вопросах? Ведь на Западе как будто бы существует определенное воспитание половое в школах. Есть какая-то информация, которая на этот счет дается, и сейчас это происходит, собственно, во многих странах. Что именно нужно изменить? Ну вот у нас на Западе, я же в Америке живу уже более 35 лет, вот, все это сексуальное воспитание направлено на сексуальную распущенность. То есть, никогда в мире не было такого распущенности, как в настоящее время, девочки по 10-классу уже где-то 50% имеют секс. Такого никогда не было. То есть, они убирают всякие тормоза. Получается, извращено. И вот неправильное сексуальное воспитание идет разным патологиям. Как гомосексуализм, лесбианство, каким-то эксцессом. То есть, здесь какие-то действуют силы сатанисты, которые развращают. И просто уничтожают психологию жизни. Потому что тратится и душевная сексуальная энергия, то, как она выходит замуж, и она уже не может любить. Полноценная энергия научная энергия. Поэтому Бог как бы создал девственность. Муж должен эту девственность как бы принять для того, чтобы в отношениях была какая-то привязанность. И женщина отдавала душевную теплоту. И вот это вот сексуальное отношение идет до того, как до связи сексуальные должны быть взаимоотношения. То есть, постойные на уважение, на доверие, на взаимопонимание. Вот только тогда сексуальный контакт будет нормальным. И энергия женской и мужской жизни будет распределяться равномерно. То есть, отмениваются эти энергии. Если этого не будет, то тогда кто-то будет воровать энергию другого. В основном, женщина будет воровать. Вот. Поэтому до сексуального контакта должны быть сначала какие-то платонические, моральные отношения, доверие, уважение, глубокое уважение, потом секс. Но это уже не наблюдается в школах, где воспитывают сексуально. Но благодаря нашим сейчас на Ютубе можно найти много квалифицированных сексологов, сексопатологов, психотерапевтов, которые правильно ведут эту тему. Вот к ним надо обращаться. Вот с детства надо правильно воспитывать. Потому что родители вообще понимают совершенно по-другому, неправильно, искаженно. Их воспитывают зачастую эти информации, которые преподают в школе. То есть получается, что с одной стороны, как вы сказали, часто мешает слишком платоническое воспитание. Я говорю об определенных искажениях с точки зрения церкви, допустим. Это как бы с одной стороны перегиб в эту сторону. А с другой стороны тоже, как вы сказали, какие-то в обществе присутствуют темные энергии, которые подталкивают девочек к ранней половой жизни, ко вседозволенности, к тому, что все это можно начинать в любом возрасте, и лишь бы было наслаждение. И вот вопрос, как найти эту золотую середину тогда. Нужно каким-то образом найти эту тонкую грань между вот этими сексуальными запретами и сексуальной вседозволенностью. Ну, конечно. Вот сейчас вот Олег Карсон много дает передачи, включая вот именно сексологию. Как себя вести, как воспитывать, как прививать чувства прекрасного, эстетики. Если не будет секс или какой-то приюди достаточной, понимаете, женщина не может возбудиться. Она возбуждается долго очень. Если мужчина, мужик, ну, он думает, что она возбуждается так же быстро, как и он сам, и не понимает женскую природу, то он ее никогда не удовлетворит. Даже если он будет иметь контакт с ней целый час, потому что она не может возбуждаться. Романтическая любовь должна быть какая-то. Нужно изучить мужчине черты характера женщины непосредственно. И делать все возможное, чтобы ей было приятно и хорошо. И наоборот. Она должна изучить его, его слабость, его сильность, его черты характера. И тоже делать все возможное, чтобы он был счастлив. Вот на таких принципах и построена совместная жизнь. А знаете ли вы какие-то примеры в мире вот такой адекватной системы полового образования, воспитания? Или нужно обязательно в другого выхода не только самим находить информацию, как вы сказали, в интернете, какие-то лекции на YouTube? Вот есть ли уже в мире что-то позитивное в этом направлении, какие-то подвижки? Конечно, есть. Конечно, есть. Просто нужно найти и взять курсы какие-то предварительные. Но нужно, чтобы родители, прежде всего, понимали это. Если, допустим, женщина боится, тогда посидите. Если она боится или что-то стесняется, что ребенок может подглядеть или зайти нечаянно, или проснуться, даже вот эти мысли сделают так, что она никогда не сможет быть в сексуальном удовольствии. она под страхом. Или, допустим, женщина имеет трековника, церковь ей запрещает иметь секс. Потому что по закону секс без брака запрещено. И, значит, она переживает. Значит, будет Бог ее накажет. И она пойдет в ад. И все. Она никогда не будет получать орган. Потому что в ней этот блок уже, психические защиты, установлен и отнищает импульсом сексуальным центром доходить до сексуальных хода. Не будет убрать хода. А это может делать только в трансовом состоянии. Больше никак не уберешь. Ну, очевидно, церковь таким образом как раз пытается бороться вот с этой тенденцией к тому, что сексуальные отношения это очень просто. Это можно вступать в них в любом более-менее зрелом возрасте. Только заботиться о том, чтобы не заболеть или не забеременеть для женщины. И церковь своими способами, неидеальными пытается бороться, ограничивая это и рассказывая о бацких муках. То есть запугивая, по сути дела. Ну да. Они со своей точки зрения правы к какому-то отношению, поскольку они стараются привить моральные какие-то устои. Но полностью игнорировать физиологию и психологию женщин. Вот смотрите. Много было случаев, когда я разбирал состояние когда женщина любила мужа. Вернее, мужчину. Вот. Церковь запрещала. А бывало так, что у нее есть муж, но она его не любит. Она любит другого. теперь и у иудеев, и у христиан запрещен значит сексуальный ката не брак. Но она же не любит его. Может быть, когда-то любила, но любовь ушла. Теперь они живут и спят на разных кроватях. у них плохие отношения, доходящиеся до ненависти к другу. Но они не могут развестись. Церковь не позволяет, и иудеев тоже. Очень тяжело развестись. Она или втайне будет уходить к другому человеку, и тоже у нее расстроенная психика. Вот это большой грех. Когда жить под одной крышей, ненавидит друг друга. И нельзя развестись, и нельзя соединиться с тем, кого нет. Как церковь может разрешать? Расскажу один интересный случай. Значит, один иудей, мой хороший знакомый, бывший пациент. Он был больной, у него была обретающая эндротерия. Он возвелся со своей женой, ехал в Израиль. Жил он в Хаве. Проходит время, вдруг он стал религиоз еврей. И при том фанатик его звали Яшин. Жена сначала поженились, он не был религиозным, она тоже не была религиозным. группа стал портодоксальным верующим, а она стала христианкой. Разные людей. Родились двойняшки. я когда приехал в Иерусалим посмотреть святые места, решил заехаться к нему. В Хаве там никогда не было. Уже было по 6-7 лет. Яши ее ненавидел. Он считал, все христианство это все плохо. ее конечно заставлял идти в действие. Там у них конечно были постоянные конфликты. Он ее не набил. И он не мог развестись десятки лет. Перестав себе. Жизнь в ненависти. Да, совершенно. Уже живет следить. Я говорю, Яша, смотри, она с тобой заботится. Ему отрезали две ноги. Он в коляске. Она заботится о нем, ухаживает, кормит его, детей растит. Он продолжает ненавидеть. Я говорю, не могу ее переносить. Он приезжал в Нью-Йорк, чтобы его развили легально. Оказывается, религия запрещает развод. Сложно, по крайней мере, очень. Может быть, возможностей есть, но очень сложно. Я же говорю, его не развилить. Вся пилет. Я не знаю, что с ним. Сейчас контакт прервался, но я хочу сказать, это в площади рядом. Религия не разрешает эти проблемы. Чаще всего с усугублением. Вот. Поэтому можно искалить людей, потому что религия может превращаться в фанатизм. Я не против религии. Она считает много хорошего. Но вот в отношении вот этих проблем она никак не может разрешить. Дальше много было у меня случаев, когда запрещало раз человеку. А внуш человеку запрещает иметь секс вне брака, пока не женится. Человеку что может делать, если он здоровый, он начинает заниматься анонизмом. Это же тоже грех. Ну да. Разрешите это? Спасибо. Вот. В церкви действительно неурегулированы, если мы говорим, по крайней мере, о христианстве, неурегулирован этот вопрос. Эти вопросы действительно все грех. И по сути все так или иначе начинает сводиться к монашеству, к тому, что идеальный вариант стать монахом. Вот в этом отношении и монашество церквит крах и поражение. Я скажу почему. В монашестве зародился гомосексуализм. В монашестве доказалось, что монахи практикуют религиозность, не знают, как переводить сексуальную энергию в другие виды энергии. Если возьмем Леонардо Товичи, этого гения, он тогда еще в 15-м веке знал, как переводить сексуальную энергию в другие энергии. Почему столько накопилось информации, как переводить сексуальную энергию в творческую энергию, психическую энергию, на подвиги, на спортивные игры. Это все уже доказано. Почему религия не может принять это? Я знаю монахов, которые насиловали монашек, как были аборты, и вот они туда захороняли количество этих абортов, этих выкидышев, которые они делали, и целая куча накапливалась. это разве не грех? Они же знают, что это грех. Но они подавляют сексуальную энергию, тем самым увеличивают сексуальную энергию до тех и разом уже отключаются, потому что против природы не пойдет. Это божественная энергия, самая сильная энергия, ее надо научиться обладеть, управлять сексуальной энергией. Вот это задача. И религиозные люди не знают как. Поэтому получается гомосексуализм, резьбиямс и так далее. Ну наверное какие-то были примеры в монашестве, когда это удавалось делать, но возможно не в наше время, возможно этих примеров совсем мало. Возможно кому-то из святых это делать удавалось, по крайней мере в прошлое время. Конечно, святые знают, но их 22 человека все было не так, до сих пор я не встречал таких святых, которые были. То есть просто идет речь о прошлом. А скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, как я понял, лекции Олега Тарсунова, с помощью которых можно получить очень полезную, ценную информацию на этот счет. и эти лекции есть на ютьюбе. Есть ли еще какие-то авторы, ведущие, вот чьи еще материалы вы могли бы порекомендовать? Был такой святыш, это в 70-80-х годах он был сам и гинеколог, и психолог, и гипнор. Вот он водил в Франс и восстанавливал чувствительность сексуальной сексуальной и он спасал многих пар брачных от всяких недоразумений и так. Когда женщина не удовлетворяется, она очень злая, она будет мстить из-за того, что нет неудовлетворения, но ее не будет говорить, ей стыд. Сам мужчина должен догадываться. Понятно, да. И у нее удовлетворение. Сулядыш написал книгу, называется «Жемская секса потолка». Это можно найти, очень важна будет любовь к женщине, мужчине и ее перечислить. понятна. хорошо. Я думаю, это очень интересная тема, и она многогранная. Мы поговорим, возможно, продолжим ее и поговорим об этом в следующий раз во второй части программы, которая посвящена женской сексопатологии. Большое вам спасибо за очень интересный рассказ. Надеюсь, наши слушатели, зрители почерпнули очень полезную для себя информацию. Спасибо вам большое. С нами был Борис Увядов. До новых встреч. До свидания. Всего вам самого доброго. Удачи, друзья. До свидания. До свидания.